КХЛ А вратарь трактора Майкл Гарнетт коллекционирует в Сухари. У уфимских поклонников хоккея все больше поводов для радости. Их клуб, похоже, начинает возвращаться в лидеры чемпионата. И это во многом заслуга капитана команды Александра Радулова. В отчетном матче он сделал все, чтобы огорчить гостей из Хабаровска. Уже на восьмой минуте первого периода 47-й номер, обыграв троих игроков Амура, выдал голевую передачу на Синтюрина. И новичок команды, только вызванный из фарм-клуба, отличился уже в первой игре за Салават. А спустя полторы минуты Олег Сопрыкин с передачи «Счастливого» удвоил преимущество хозяев. Следующей заброшенной шайбе пришлось ждать почти 50 минут игрового времени. В середине третьей 20-ти минутки Алексей Копейкин сократил отставание гостей до минимума. Но казалось, только возродившаяся интрига продержалась недолго. Александр Радулов явно не собирался уходить с площадки лишь с голевой передачей. И в течение трех минут дважды огорчил голкипера Амура Мурыгина. Благодаря дублю капитан Уфимцев вышел на первое место в списке бомбардиров и стал вторым снайпером регулярки. Окончательный же счет установил хабаровчанин Плотников, чей гол арбитры встречи сумели разглядеть только на видеоповторе. 4-2 действующий обладатель Кубка Гагарина уверенно взял домашние три очка. Если до лидера конференции еще далековато, то до первого места в дивизионе уфимцам уже рукой подать. Лидер Живостока принимал нижегородская торпеда. Даже без жемчужины своих атак Евгения Кузнецова, отправившегося на молодежный чемпионат мира в качестве капитана команды, челябинцы смогли подтвердить статус одного из главных прецедентов на победу в чемпионате. Нагнетаемое давление у ворот нижегородцев в первом периоде вылилось в две шайбы в середине второго игрового отрезка. По новой Иглинкину понадобилось чуть более 30 секунд, чтобы отправить подопечных Яланина в глубочайший нокдаун. А правиться от которого они так и не смогли. Славящийся организацией игры «Трактор» уверенно оберегал преимущество в две шайбы до самой финальной сирены, позволив Гарнету записать в свой актив третью сухую игру в сезоне. А вот голкиперу Казанского Акбарса Сухим из противостояния Сибири уйти не удалось. Правда, его визави из Новосибирска пришлось в матче гораздо труднее. Более того, двукратный обладатель Кубка Гагарина тянуть с голом долго не стал. Не прошло и полутора минут после первого матча вбрасывания, как счет на табло изменился. Олег Петров обыграл троих пылевых игроков Сибири и распечатал ворота Ключникова. Во второй 20-ти минутке Петров сделал дубль, а затем Зарипов успешно завершил розыгрыш большинства. И только потом пришла очередь гостей праздновать гол. Единственную шайбу Сибиряков забросил Суглобов. 3-1 победа Акбарса. Авангард с Витязем снова расстроили любителей единоборств. Вторая встреча к ряду заканчивается без боевых действий. На этот раз команда решила пойти на рекорд, набрав только 4 минуты штрафа на двоих. В рамках КХЛ ниже 12 штрафных минут за игру соперники до этого не опускались. Матч Витязя и Авангарда, вопреки ожиданиям, получился довольно рядовым. Массовых побоеч не случилось, а за всю игру на скамейке для плохих парней игроки каждой команды побывали по разу. В хоккейном поединке, как и три месяца назад, сильнее оказался Авангард. Только победили ястребы не так крупно. На этот раз счет 2-1. Это первая победа о мячей при новом главном тренере Райма Суманине. Судя по счету, матч Северстали и Югры был скучным. На самом же деле команда не стеснялась атаковать и довольно часто бросали по воротам. За всю встречу соперники нанесли 64 броска на двоих. И только великолепные действия вратарей позволили сохранить на табло нули. Победитель противостояния определялся в серии буллитов, где удача улыбнулась Северстали. Победный бросок на счету Йозефа Страки. Нефтехимик после домашнего поражения от Амура смог порадовать своих болельщиков победой над новокузнецким металлургом. Хозяева открыли счет, когда секундная стрелка еще не успела совершить один оборот. В середине периода хоккеистов из Татарстана свое преимущество удвоили. Металлурги вскоре разрыв сократили, а в самом начале второй 20-ти минутки все пришлось начинать сначала. Победу нефтехимику принес точный бросок опытнейшего Олега Кваши, который только-только вышел со скамейки штрафников. Итог 3-2. Нефтехимик. Автомобилист потерпел девятое поражение к ряду. На этот раз обидчиками хоккеистов из Екатеринбурга стали московские динамовцы. А впереди у уральцев домашний матч с трактором и выездная серия по маршруту Омск-Магнитогорск-Хантамансийск-Челябинск. Ну а московский «Спартак» после победы над «Авангардом» не смог повторить подвиг против «Магнитки». А сейчас предлагаю вам насладиться самыми интересными моментами прошедшего уикенда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь давайте посмотрим на турнирную таблицу. На Западе лидер по-прежнему тот же. СКА оторвался от ближайшего преследователя Атланта уже на 10 очков. Вне зоны плей-офф расположились попроски «Лев», «Спартак» и «Витязь». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На востоке трактор опережает «Амур» аж на 12 очков. А вот далее все плотно. У «Амура», «Металлурга» и «Авангарда» по 60 очков на одно больше у «Акбарса». Вне плей-офф находится нефтехимик, ноукузнецкий «Металлург», «Сибирь» и «Апномобилист». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь перейдем к новостям высшей хоккейной лиги. Здесь накануне было сыграно 4 матча. Лидеру западной конференции «Донбассу» пришлось не сладко во встрече с занимающим предпоследнее место «Титаном». Уже на третьей минуте хозяева открыли счет. Казалось, что они вскоре увеличат преимущество и без особого труда доведут матч до победы. Но у гостей было свое мнение на этот счет. Они нашли в себе силы не только отыграться, но и выйти вперед. Фавориты, хоть и не без труда, но снова повели. Для того, чтобы дважды огорчить вратаря гостей, им понадобилось ровно 50 секунд. Последний виток хоккейных качелей был совершен за минуту с небольшим до финальной сирены. Подмосковные хоккеисты стараниями Станислава Тимакова счет сравняли снова. В овертайме класс «Донбасса» все же сказался. Уже на 18-й секунде лучший нападающий ноября Денис Кочетков принес украинскому клубу очередную победу. ХК «Саров» побывал в гостях у «Донбасса» в прошлом туре, где крупно уступил лидеру Запада. Накануне подопечные Михаила Варнакова гостили в Балашихе. Местные «Динамовцы» упустили выгодную возможность отобрать очки у прямого конкурента в борьбе за восьмерку сильнейших. Решающий бросок в матче нанес Игорь Зубов при реализации численного преимущества. 2-1 победа ХК «Саров». В других матчах лидеру «Востока» Рубину пришлось отыгрываться в игре против Ермака. Но в итоге все для Тюменского клуба закончилось хорошо. Касцинк «Торпеда» переиграл «Сокол». На этом у меня пока все новости. Хорошего вам дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова